В усилии мысли внутренней поверхности начинаем ее тащить и эту тащить это очень-очень медленное движение тогда вы ждете мяч собачьи уже видели создавалась наклонная поверхность и с нее вы спокойно толкаете с нужным направлением давайте пробуем стригаем большой палец и стригаем ну новый фестерок хорошего они заказывают самый крутой друг за каждую сторону делаем движение самый большой будет самый большой если вы предполагаете что дальше то же самое будет это не последний шаг то каждый шаг мы делаем именно так вы подогали? раз, два, три, два, три раз, два, три и всегда есть чего дальше спортовать ставьте плоско давайте сейчас пробуем следующее у сердца защитник занимается прикапывает на стен и бросаем правее и левее старайтесь сразу сделать крестный широкий шаг мы стоим мы стоим напротив бросающего вернулись в обратную сторону старайтесь только чтобы у вас два защитника не пересеклись в центре мы ски прикапываем приняли мяч шагнули 10 раз делаем 10 раз делаем и меняемся местами мы ски прикапываем я же основное сказал три минуты тут распинался Жень ты плоско стоишь я же не просто так скажу вот еще раз вы не должны вы не должны продавливать мыском песок вы стоите шаги Шире бросайте чтоб было похоже на шаги на длинные 10 считаем и смена Смотрите, общая ошибка Вы делаете, начинаете подстраиваться под скорость мяча Кажется, если вам правильно Надеюсь, что это у нас получилось Надеюсь, что Сделайте стемп и раздраться Не затягиваемся вторым шагом Не забегай за каждый мяч Проверьте, обрабатывай Тебя не проймёт Сделали серию? Опять держим мяч Каждый раз, когда у вашего напарника мяч Прикапываем в ски, готовимся бегать Вы видели, мяч не в бах Побежали Три достали Поехали Держим, держим, держим мяч В одно касание Держим мяч Держим мяч в одно касание Давайте и готовимся А мне к сетке объяснил Нет, нет, вы симметрично Держите мяч Просто держите мяч В одно касание С нападающими ударами Просто стойку нам нужно поменять Вверх, вверх отыгрывай И гоняем, гоняем друг другу Давайте Сразу как-то касание происходит Капал мяч Готовься И гоняем, гоняем друг другу Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Плотнее, 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 касаемо. Закрывайте кисть. Тебя же легче не будет, переживай. Буду, буду, в этом упражнении буду. Защитник сидит в диагонали. Здесь мы тайны передачи. То есть по идее ему туда уже тяжело вязать. Он вообще строкует первую половину. Твою половину. Поэтому вот это нужно постараться постартовать. При диагональном блоке сложнее. Так, а что вчера не было натяжки? Вы же что знаете, да, как оттягиваться? Я просто, когда подбрасываю кисть, я не вижу ничего. Вперёд! 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 А, перемешение именно? Трестный шаг. Один шаг делаешь назад. А, давай, покажу, покажу. Из этой зоны спиной к боковой линии, во-первых. Два варианта. Либо ты стоишь, отшагиваешь вот этой ногой. Крестный шаг. И разворачиваешься лицом обязательно. В процессе оттяжки нужно не терять контакт с мячом. То есть не отворачиваешься. Так, так, так. Либо, если чуть заранее, ты можешь, если видишь, что плохая передача, уже отшагнуть он так стоять. И если скидок понадобится, то приставляешь и обратно ставишь. Если он не нужен, то вошагу. Так, так. Захлёстываем правой ногой. Если вот так, самое главное. Так, так, так. Буду делать накатки несложные, чтобы об этом можно было успеть подумать. Так, я ближе к центру. Я так не вращаюсь. Потом при развороте. Потом при развороте. Не, не, ну. Подожди, пока он встал. Не, не, ну. В момент самого удара остановиться. Даже если далеко не убежал, то он остановится. Снизу, снизу, снизу. Защитите, снизу. Да, ехать. Там не толпите, Жень. Не мешайте, защите играть. Бежите себя и ребят. Так надо сделать 20 раз. Не, моих накаток не сломал. Снизу, снизу. Да, согласитесь. Не рассчитывайте на верхний, на верхний приём. Так, смотри, мешай. Я просал мне. Должен. Развиваться. Умение. В низкие стоки поставили, Андрей. Вы увидели вылеча. Вы должны прийти. Последний. В идеале, если все очень хорошо успел, то надо не вместе, где ты сыграл, смотреть, когда дают передачу и уже начинаешь тратовать. Если все успел, ты будешь сразу подруживать поблизо и вот здесь ждешь. Сначала нужно сделать с мячом. Следующее упражнение сделаем на том, где сдать. Давай, начинай. Начинаем движение. Сначала понимаем, куда он ведет. Сукашечка, Валер. Сукашечка, Валер. Сукашечка, Валер. Сукашечка, поворачиваешься. Может быть и такое. Нормально, нормально. Сукашки. Ого! Давайте смена Мы все 5 смен не будем делать Давайте пока полностью Потом еще подумаем кто куда хочет Молодец! Статистика доводок Своих ударов в прыжке 33% Надо же думать А линию ставим Сам все понял свою ошибку Уже как всегда Пойдем Да, да, да Не, не, надо сюда вернуть мяч Обязательно попасть в борт Нет, нет, нет Три натяжки Двое на передаче Блин, да Пятерка на Не стоит по стрелой Они побегают Восьмые методы мяч Они побегают Восьмые методы мяч Через грох Опять не видишь, что не сюда двигаются Двигаются Ну давай еще что Шесть, давайте Двигаться в муку Если тяжелая сбитка Еще раз прям старайтесь Постарайтесь Чтобы касание было плотнее На высоте Платаем У песка Его Обрабатываем Поменяйте зоны Если все Боюсь А можно еще один мяч Пожалуйста Спасибо Андрей Стой ниже Ниже Почти что одна проблема Вот так вот это А так все в порядке А так все в порядке А так все в порядке Ну сейчас самое главное это Я вон прямых, да? Почти всегда Да Тоже самое Ром Не в шесть Движение Не в шесть Движение в угол Делай Ого Еще ниже Куда летит мяч Низкий далеко Какой-нибудь Ходон Не Не Я Не Не Движение прямо в лоб Хорош Хорош И делаем выводы. Ну край халявы, а! Вообще немало песочков. Насыпалось. Пальцы чуть не сломал. А тебя сверху надо. Давай, давай. Ваня! Вот так. Так, давайте, какие выводы можем сделать? Пожалуйста. Первое, что мяч сложно взять. Хороший вывод. Еще. Мы должны работать над этим ударом. Пока получается не очень хорошо. Нужно над ним работать. Нужно над ним работать. Алгоритм понять. Вы встаете и тренируете этот стоп. Шасси. Давайте последний. Потому что очень многие гадают защите. Еще надо тренироваться. Приема нет. Нет приема. Постарайтесь, чтобы у вас четче кисть. Стандартный прием передачи. Чтобы она не гуляла. Мяч возвращается назад. Самое главное. А мяч нужно у сетки оставить. Для этого делать упражнение. Вертикальная рука. Да. Чтобы не на сетку. Но и не назад. Прям над плечом. Стяните мячей. Широко. Ближе к себе. Широко не принимаем. Назад. Так. Здесь один человек в приеме. Два человека в передаче. Два человека с краю нападают. Давайте сегодня в линию понападаем. О, нет. Давайте в шесть. Глубоко в шесть понападаем. Зажимаем в кулак. И максимальная частота движения. Начнем, наверное, с той зоны, да? Другую руку. Вон там, я вот там. Два человека по очереди нападают. Поскольку по смене нападаем, можно нападать на полную. Делаем максимальную частоту. Ну, в смысле, с прыжком. Вот даже так, без всяких инструментов. Один в приеме. Один в приеме. Двое передач на очереди. Расчевать на скорости. Работает один на приеме. Да, да, да. Все время развернутый кит. Больше всего спрогрессирует, что-то на приеме. Вот эти. Вы ее контролируете. Нужно тренировать растяжку. Уводить. Вот так вы можете сделать. В сравнении с пластикой. Предплечье. Мы берем под локоть. И начинаем. А ты заказывай. Типа побыстрее в край. Быстрее в край. Вот такая передача. Соответственно, растяжку. Вот это нужно делать. Вот здесь растягивается. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. О! Так. А теперь. Нашел свой последующий механизм. Нажимаемся тычками. То есть самый простой способ. Мы делаем. Викторе два пальца. Игибаем. И нагрузку мы всю вводим на вот эти суставы. А не на эти. Повыше. Да. Если сюда нагрузка идет, то у вас получается кость в кость. Вот сюда вот она уходится. Здесь у нас. О! Послушайте. Ровная. Здесь ровная. Здесь ровная. Здесь ровная. Старайтесь, чтобы запястье не работало при этом. Вот вторые фаланги. Давай-давай-давай. Вот сюда вот. Сюда вот нагрузка. Если у вас нагрузка идет сюда, то пальцы идут на излом и вы можете их промернуть. Это сразу больно становится и человек не хочет этим заниматься. Поэтому постарайтесь. Так, здесь такая же ситуация, как в боксе набивают кулаки. Чем больше вы этим занимаетесь, тем, соответственно, менее травмоопасно и менее больно это делается. Берете мяч. Но когда сбитый прием, высоту особенно важно дать. Дальше вы можете прогрессировать. Я даже делаю пятью пальцев. Чтобы нападающего была возможность подкорректировать. Чем больше площадь, тем больше управляем. Это индивидуально. У всех длина, там, фаланг разная. Поэтому, буквально простой сход. А сейчас в парах встаем вдоль боковой линии. Делаем подброс. Второй щек. Опять же, пробуйте разную траекторию. Следующий. Нет. Концами пальцев, смотрите, концами пальцев. Мы можем играть, концы пальцев это первые фаланги. Мы можем играть только, когда они сведены вместе. Либо так, либо так. Вот так играть нельзя. Плохой заказ. Ты широко стоял, хотел широко. Здесь иногда судья не видит четкое касание. Но если ему кажется с троцком жестко. Скорее заказать удобно было рядом. Чтобы не париться. Он это может не свистнуть. Ну если рядом, зайди так. Правило построено таким образом, чтобы вы не использовали мягкий. Вот это вообще не рядом. Чтобы вы не делали мягкий спиц. Дим, рядом это примерно метр от тебя где-то. Это мягкий спиц. Но Егор не хотел рядом оба раза. Если вы можете это использовать. Он просто сказал. Вот так когда уйдет, вы мягко не сможете никак сыграть. Именно поэтому так можно играть. То есть у нас жесткое касание. Здесь шире и рядом это было одно и то же. Поехали в парах, делаем чуть-чуть друг к другу. На точке. Стараемся руку не бросать. Рука остается на траектории. Больше сгибаем локоть. И смотрите, опять вот здесь, послушайте, вот здесь. Не получится сделать вот так. Рука остается на траектории. Оставляйте руку на траектории. Сгибаем локоть. Убей. Согни локоть. Согни руку. Согни руку. Согни руку. Согни руку. Давайте смена. Там еще один человек уже зашел. И так работает. Не бросаем руку еще раз. Зафиксируйте руку на траектории после ухода мяча. На одному-смена и поднимается? Надо две смены отстоять здесь. Две смены на передаче и одну смена на приеме. На флорезоне поднимаемся. Рядом Рядом Ну а ты где стоял? Сразу начинаем Один пичок стоя Один пичок с колена Так же как мы делали нападающий удар Стыкнули Через раз Один так Один так Полностью согласен Принято Аргументы приняты Я предлагаю не пасовать Потому что оно когда надо будет Вот тогда и паснешь Сейчас нет смысла просто В обе стороны Юль в обе стороны делаем Вот это заказ Помним что максимальная управляемость Мечом достигается когда вы попадаете в центр Показатель того что вы попали в центр является то что мяч не крутится Старайтесь так сделать чтобы мяч не вращался После вашего касания Ой Ой Кто-то сказал про вращение Три У меня Жень мы делаем Немножко другое упражнение Со своего подброса Мы делаем Один тычок стоя Один тычок колена Не допускай мяч Тебе вот здесь нужно снимать Нужно обязательно чтобы здесь было большое расстояние Для чего мы это делаем Когда вы работаете стоя Вы можете себе позволять вот такое И это очень плохо Почему это очень плохо Потому что когда вы тянетесь к мячу Вы направляете его только вот В этом направлении Не-не-не-не Вам нужно будет переводить мячи В таким образом Если вы будете тянуться к мячу Ничего не получится Здесь когда вы делаете Здесь у вас уже не будет Старайтесь Быстрее берите пожалуйста Старайтесь что у вас все время было только рукой А не ногами Чуть от тебя подальше Наброс ты очень близко А то он встает туда Андрей выходишь из своей зоны Не вдоль сетки надо выходить Через глубину площадки Держи Держи Ты правую ногу ставишь вперед А правая нога Держи Рядом Убираем все мячи О да Так теперь делаем стоя все Со своей передачи Отброс передача снизу тычок Погнали Левым плечом выходим Creo Женя быстрее делаем Да вот так вот Все поехали Внутри В Vasily Бросило Они вперед Мужчина Так, корректировку, смотрите, как мы делаем. Если мы видим, что мяч вращается от нас, значит, мы попали выше центра. Нам следующий пачок нужно сделать чуть пониже. Если мяч вращается к нам, значит, мы попали ниже центра. Право-лево тоже самое. Так, куда-то он вращается, мы попали справе или леве. Давай, давай, давай. Сделайте выводы, не пытайтесь. Андрей, раньше надо выходить. Снимально не крутился. Левым плечом вперед. Сейчас игрались эти двое. Здесь площадь соприкосновения меньше, соответственно, выход под мяч должен быть еще точнее. Работайте над выходом под мяч. Так, а вы, получается, в три касания держим. В три касания держим мяч. Хороший доводок. Если получается в два, можете в два. Самое главное, чтобы мяч у нас держался. Левым плечом, верно, не тянет. О, я не тянет, не тянет, не тянет, не тянет. Хороший доводок. Что еще не пройдет? Прихватил, как на выпускном. Тихо, тихо. А, у тебя еще не было выпускного. Ниже обработан. Дядя, защите готовим. Защите готовим. Хороший. Старайтесь сразу переместиться, чтобы сильнее, чтобы не тянуться за ним. То есть, если ты сможешь так переместиться, чтобы он был перед тобой, это будет супер. То есть, чем меньше вот этих приемов, тем более понятно. Прямо заряди ноги, чтобы переместиться. Работаем. Это не получилось. Идеальная между была. Добрый, душа играет. Хороший. Хороший. Дидь, заранее не приходи подверх. Закончили. Работаем на отбегание с блока и тычок в зону отверстия. Я на тресовый не умею бить. Давай, Ваня, подбиться. О, сможешь? Я случайно. Два из разных пар. Здесь отбегающий. Удар по мячу там делаем. Подброс. По подбросу. Супер доводка. Супер доводка. Супер доводка. Рану меняться. Вот еще у вас и накидывали. А вы в другую сторону. Здесь отбегающий. Сколько раз? Давай, Юль. Пару у нас там работают. Две пары здесь. Посередине у меня работают. Вот номера. Нападающий на ту сторону вместе с Сашей. Хорошо было нападающий. Второй нападающий рядом с Сашей. Ром, ты здесь отбегаешься. Давайте смена. Согласен. Блин, вот это была дикая вроде бы. Это была дикая вроде бы. Делаем по 5 на смену. Дикая подача была ты довел. Но человек просто там стоит. По подбросу. Подброс высокий. Как передачи делать? Вы сюда вывозите. Закруйте. Ну нормально. Готов? Я в руки, а ты тогда перемещайся так, чтобы в низкой стойке оставаться. Будет домашнее задание сесть и посидеть 30 минут на коротких уходах. Все, по 6 бьем, кстати. Здесь Красильников, тут Красильников. Короткую заберут всю, а между только можно. Где Красильников? Как мы делаем траекторию? Здесь, здесь, у нас. Да, да, подходите. Вечером все объясним. Поддайте секунду. Смотрите, если мы хотим сделать траекторию мяч вниз, мы должны локоть подставить под мяч. Если мы хотим поле по локоть траекторию, мы локоть должны подставить под мяч. Представляете, у вас предплечье... в центре площадки выходи на передачу. Чтобы не было движения параллельной сетки. Представьте себе, что вы подумываете, может быть, со второго сделать что-нибудь. Вам надо и площадку увидеть во время передачи. Вы должны понимать, какая траектория вы приводите. У вас траектория должна идти вверх и вниз, да? Соответственно, если делать вот так, у вас мяч пойдет вперед. Соответственно, под мяч в локоть. Делаем. Если прям тебе религии запрещают, чтобы согнуть ноги, то тогда хотя бы дойди так, чтобы сыграть его выше. Немножко, может быть, ноги согнут, но мяч надо стоять здесь. Не вот здесь. Вот здесь его вот так, сколько сыграет. Значит, это делается, смотрите. Не касайтесь мяча прямой рукой. Вы делаете это только, когда боретесь на всех. Но правда за счет этого движения все равно не было. У вас задача максимально высоко его сыграть. Да? Тогда вы тянетесь и играете его максимально высоко. Еще люди вот так вот играют. Да? Потому что нам нужна высота. Здесь вам важнее, чтобы у вас было мягкое касание. То есть мягкое, я имею ввиду, с мягким локом. Да? А если вы делаете вот такое вот движение, оно не... Важный момент. Теперь еще в атаку потом идти в реальную жизнь. Поэтому, если ты принимаешь отваливность назад, в атаку превращение успеет. И поэтому и говорят, что нам нужно ноги сыграть. И если дошел, 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 и можешь начинать... Как на камеру попасть. Даже если ты просто подпрыгиваешь... Опять не хватает там, чтобы вы нечезли, чтобы вы не потянули. Прощаться. Уже меньше времени пойти в атаку. Погнали, давайте. Делаем вторую серию. Упражняю парочку. Я думала только... Куда она отошла? Я думала только назад. Нет. Вперед-назад мы делаем. И не заметила, я тебе только назад кидала. Иди ногами. Вероника, не стой. После вопроса не стой. Ногами подойди под мяч. Моги работают. Опять не забываем. Свободное время вы так не стой. Лопать поднимайте. Вышло. Рукое место мяча нужно абсолютно работать. Правой ногой. Причем вытащили. Правой ногой. Супер доводит. Рот! На замахе ловите людей. На замахе. Все. Да, да. Пляж все. Лопать выше. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вот мы делаем замах. Если поднимем траекторию по лобу, мы делаем движение Свободное время пляжники стоят либо вот так всегда, сколько угодно времени стоять, либо так. Или вот так, самовар. Иди сюда на мяч. Поддерживаешь там. Подставляем лобушку под мяч. То есть стоишь 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 потом... Да, да, да. Дал вот так. Мне это и то нравится. Давай. 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 Почему мне сразу так сложно? Ты же просишь себя наслаждение? Давай. Доводься богов. Раз. Вот. Еще раз. Другая точка приложения силы. Шире. Руку не напрямляй. Опять с прямой рукой. Заранее приходишь с прямой рукой. Стоп. Какие удары у тебя возможны? Еще за секунду. За секунду. Отсюда шипит. Да, да. Андрей, в реальной жизни у нас напарники не все профессионалы. Смотрим на мяч. Поэтому доказать можно что угодно, но не факт, что это получится. И четче касаться. Тренируйте. Пять раз делали, поменялись. И вторая серия. В общем, так же мы делаем. Тренируйте. Ах! Тренируйте. Не правая нога впереди, Катя. Левая нога впереди. В целом, так же, мы работаем. Не-не, смотри. Вот тебе. Даже у тебя будут в глубины, в антенну у тебя будет 5 ошибок. Быстрее движение. Он будет... Если ты бросаешь из края в краю, у тебя будет половина либо слишком широкой, либо слишком быстрая, либо перелетесь на ту сторону, либо узко. А когда рядом, тебе в принципе любой подойдет. Поэтому заказ должен соответствовать... Ну, когда ты станешь профитом, я думаю, это будет не проблема любой тебе напарник исполнить что угодно. Но мы учимся так, чтобы... Еще раз, смотрите, вот что вы должны делать. Ну, короче, не заказывай стройки в фирме. Он должен быть неожиданно. Сбитый прием рядом. Да, сбитый прием рядом. Чуть-то там уже... Уже пятнадцать или двадцать. Или, если ты веришь в напарника очень-чуть. Быстрое движение, быстро, и все время. Что вы делаете короткое? Что вы делаете быстрое движение? Вы можете попадать в центре. Чем отличается от движущей движения? Не выбегай через поле, только выбегай через залы. Нет. А это попадание, друзья, больше, потому что у вас пуль летит быстрее. То же самое с рукой. Если вы делаете медленное движение, встреча с мячом, она менее вероятна. Один матч? Однажды не прыгнул на приеме. У вас мяч летит с какой-то высоты. У меня мяч крутится. Не через поле только. А вы делаете в него движение. А если вы делаете движение быстрое... И не выйдет. Быстрое движение в мяч, что ли. Быстрое. Правильный точек. Быстрое движение в мяч. И все время локоть согнутый. Не что? Разгибаем руку. Согнутый. Разгибаем руку. А не вот это вот. Я здесь в поле выхожу. Немножко держать просто. Я поэтому не буду. Привязал. Левым плечом. Левым, левым, левым плечом. Заранее об этом подавно. Два раза принял подряд всего. На ножку широкую не делайте на этом ударе. На левой ноге вес тела у нас основной. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Это последняя смена? Вот это вы пытаетесь сделать, слишком высоко, пытаетесь сыграть Вот это движение в мяч я не смогу сделать по мячу, который у меня находится слишком высоко Если мы хотим сделать пологую траекторию, нам придется мяч сгодить Давайте следующий раз половинку другую заделаем Продолжаем Поехали Под мяч подстроились так, чтобы на сетку смотреть Не надо смотреть на партнера Давайте сделаем еще одну пробежку, потом сыграем Про четырехшаговый разбег все знают? То же самое, Жень Слишком много пониженных А, Андрей Ну, Андрей уранов Чрехшаговый разбег Это стандартный Вы должны выходить на стандартную точку Начало так, где так называемая зона улица И оттуда начинаете разбег Это в идеале, если вы успеваете Если вы приняли подсетки, вы должны оттянуться на эту дистанцию И если вы далека Вы тоже должны Вы обрабатываете Моменты передачи Для того, чтобы Мощь подстроиться под любую передачу И чтобы сохранить мощный последний шаг Чтобы вы можете Мощь подняться Питерс начал называть После того, как видит рабыщий Человек видит рабыщий Он не бежит сразу Он всегда подрабатывается Если не бежит На полном параде В конце Уже, скорее всего, поддохнуть И уже резкости не будет Не говоря про то, что вы потеряете дань Вторую серию доделаем Поэтому, ну, значит, люди И всегда эту зону любят Правильное бутерброд мяч Это стандартный Это первый шаг маленький Ровный момент передачи Прямо в момент передачи Вы делаете маленький шаг Просто инвестирующий Стартовый шаг Самый маленький И непонятно куда Второй шаг направляете Когда вы понимаете, куда пошла передача Самое главное, самый большой шаг Вы уже корректируете Маленький направляете Маленький, средний, большой Маленький, средний Маленький, большой Как правило, именно так Но ты не получаешь Ты, как правило, сначала семенишь А потом делаешь Семенение, семенение, семенение Один шаг в атаке Аут Так легче Ну не вылез Ну не по-другому Прокласс Когда ты оставляешь себя Один шаг с его Любой раздет в мегафии Ты уже так не справишься Как ты делаешь Сверх стартового Поэтому я бы предложил Так на этой дистанции Вы должны стать спиной секции Сделать маленький Даже самый маленький стартовый Направляющий И вот Значит у меня В идеале И вот я вот отсюда иду Как раз стою сюда Так Так И вот я у тебя Сделать Хотел просто сделать вот такую Спасибо Я буду седать мужчин И после того, как вас всегда Нужно Обознать Чтобы во время передачи Во первых Вы должны Занять Нужное место И скорее Делать этот шаг во время передачи У меня Если вы будете снять Седука У меня Седука Спасибо Когда